Всем привет! В эфире Матрица, первая в Центральной Азии, молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихотская и Даньяр Даутов. Смотрите сегодня в программе. От пылесоса до киборга. Олег Болдырев выяснил, как собрать робота своими руками. Что такое лендинг? С новым инструментом для заработка в сети познакомилась Алена Цихотская. Три в одном или как сэкономить место на рабочем столе. Новые применения обычному планшету нашла Евгения Савенкова. Давай! Наньяр, ну, во-первых, нам работать нужно, а во-вторых, во что ты там так увлеченно режешься? Алена, не мешай, пожалуйста, а я тут Оральское море от высыхания спасаю. Чего? Ты издеваешься? Как? Ничего я не издеваюсь, игра такая есть. Тут Орал от высыхания нужно спасти, а то вон разработчики уже вторую часть игры придумали, а я еще даже первую не прошел. А мне вот интересно, какая может быть вторая часть у игры, цель которой что-то спасти? Прийти и спасти еще раз? Нет, там все немного, но по-другому. Ну, как? Расскажи. Ну, сейчас расскажу в новом выпуске новостей от Матрицы. Шведские разработчики помогают спасать Оральское море в компьютерной игре. Независимая шведская гейм-студия The Working Parts разработала вторую часть приключенческой игры Residue Final Cut, действие которой разворачивается на месте высыхающего Оральского моря. В первой части Residue герои прибывают в Центральную Азию с целью спасти высыхающий Орал, однако вторая игра стала более пессимистичной. Программа по спасению разрушенного мира только усложнила ситуацию, и спустя десятилетия четыре человека возвращаются в выжженную солнцем пустыню, которая когда-то была морем. Каждый из них преследует собственные цели. Сыграть в игру можно уже сейчас, скачав ее с официального сайта за три доллара. В Китае разработан первый в мире голографический телефон. Смартфон, создающий визуальные образы в воздухе, представлен в Пекине. На его презентации зрители смогли увидеть, как голографическая технология создает проекцию, учитывающую направление взгляда. В результате у пользователя создается эффект, будто объект находится перед ним, и его можно рассмотреть со всех сторон, как обычный предмет в реальности. Представленная модель получила название «Тейки». Она имеет дисплей 5,5 дюймов, а остальные технологические характеристики пока остались скрыты. Раньше такое можно было увидеть только в фантастических фильмах, но скоро будет доступно и в реальной жизни. Не хотите раскрывать свой имейл? Пошлите анонимку. Французские программисты Себастьян Тире и Лоран Диссери разработали сервис для анонимной отправки электронных писем. Сервис называется Лик. Пользоваться им очень просто. Необходимо зайти на сайт justlik.it, указать имейл получателя и текст сообщения. При отправке сервис предлагает выбрать категорию знакомых, например, друг, коллега, член семьи, друг друга и кто-то, которая будет отчасти идентифицировать адресанта. Сам получатель письма никогда не узнает, от кого именно был отправлен имейл. Однако разработчики сразу предупреждают, на сервисы хранится история IP-адресов, с которых отправлялись анонимные письма и их текстов. Так что для угроз и других преступных целей его лучше не использовать. В Таджикистане закрыли доступ к социальной сети Одноклассники. После недавних блокировок в Таджикистане сервисов YouTube, Gmail и Google, доступ был закрыт и к одной из самых популярных в Центральной Азии соцсетей Одноклассники.ру. Отмечается, что первые жалобы пользователей на недоступность социальной сети в Таджикистане появились 18 июля. Руководство Mail.ru Group делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить пользователям, находящимся на территории Таджикистана, доступ к социальной сети Одноклассники. Однако пока их запросы о причинах блокировки и времени восстановления доступа к сети остаются без ответов. Друзья, обо всем самом новом и интересном вы всегда можете узнавать первыми на наших сайтах. matrixdefis.tv на русском, matrixdefis.com на узбекском и matrixdefis.tv.tj на таджикском. И, конечно, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Слушай, да куда он делся, а? Даник, ты что-то потерял? Да, потерял. Чек не могу найти. Ну, наверное, вот именно вот этот чек. Ну, иди, маленький, отнеси Даниэру чек. Это кто такой? Это наш матричный робот. Видишь, какой он у нас помощник. Слушай, а представляешь, здорово вот таких вот дома, ну, штук 10 иметь. Они бы убирались, кушать готовили бы, сказки на ночь читали бы. Жаль только, что вот эти андроиды, они очень дорого стоят. Ну, сам соберите своими руками. Ален, я похож на человека инженера-конструктора. Ну, вообще-то, чтобы собрать робота своими руками, совсем не обязательно быть ученым, изобретателем или конструктором. Не, ну, хотя бы какие-то азы, я же должен знать. Ай, да какой там. Вон наш корреспондент Олег Болдырев, который кроме книг и компьютерной мышки ничего больше в жизни не держал. И тот смог научиться собирать робота своими руками. Роботы-музыканты, роботы-уборщики, роботы-домашние животные. Каких только умных железяк сейчас нет. И все неспроста. Дроиды значительно обличают жизнь человеку. И собрать того же робота, который умеет переносить предметы с одного места на другое, не так сложно, как кажется. Вот этого робота-манипулятора мы можем собрать за два часа. Конечно, если у вас есть все детали под рукой. А уметь здесь многого не надо. В этом уверены студенты из Алматы. Айдын Айджан и Абай Бегбаганбетов, которые всего второй год изучают робототехнику. Я начал увлекаться робототехникой после фильма, так называемый «Я робот». Я думаю, это многих водушевило. Наша кафедра работает в четырех направлениях. То есть разные виды механики, разные направления механики. И при этом робототехника оказалась наиболее такой современной и перспективной, и новой. В этом фильме показано, как работают андроиды. Роботы с искусственным интеллектом. Манипуляторы, по сути своей, гораздо проще. Тут идет принцип «ведущий-ведомый». Абай управляет сейчас ведущей рукой нашего робота. А ведомый, он получает команды от контроллера и выполняет параллельные действия. Сборка роботов состоит из трех этапов. Создание 3D-модели, поиск деталей и их установка, программирование. Сделать 3D-модель любого робота можно с помощью известных и доступных программ из интернета. Например, Автокад или 3D Max. Просто это закупаемый конструктор, берешь и собираешь робот. А также можно, если нет конструктора, конечно, собирать из тех вещей, которые имеется уже. То есть можно разобрать принтер, можно разобрать компьютер и из них собирать что-то. Также некоторые детали можно купить в специализированных интернет-магазинах. Например, на сайтах робототехника.ру, роботкит.ру и наноджем.ру вы найдете все необходимые комплектующие для роботов любых размеров. После того, как собраны все детали для робота, можно начинать его программировать. А зампрограммированием роботов научиться не очень-то и сложно. Надо обладать всего лишь понятием логической операции. То есть понимать поверхностное программирование. Или сделать еще проще. Скачать самоучителей по программированию и пользоваться стандартными и наглядными командами. Ссылки на эти учебники вы сможете найти на нашем сайте. Ну а тем, кто все же решил основательно взяться за создание роботов, пригодятся вот эти три программы. Arduino, Atmel и Processing. С помощью этого софта можно запрограммировать даже самого упрямого робота. В плане у нас уже собрать манипулятор как кисть трехпальцевый. Для этого у нас еще проблема идет с программным обеспечением. На самом деле проблема Abaya и Aidyna решится уже в ближайшее время. Ведь компания Intel совсем скоро выпустит конструктор для создания разумного робота. Так железное лего положит начало в развитии домашней робототехники. Так, давай-ка сгоняй мне за тапками. Даник, а как же собрать робота своими руками? Ты знаешь, Ален, давай вон сначала имеющегося, но дрессируем, а потом из-за гайки до отвертки возьмемся. Ален, вот смотри, допустим, у меня есть товар или услуга, и мне все это дело нужно раскрутить. Так, и? Ну и, допустим, у меня есть подруга, которая разбирается в оптимизации сайтов, может раскрутить интернет-магазин и так далее. Ну, классно иметь такую подругу. Вот, я тоже об этом говорю. Ну и вопрос, как ты думаешь, она мне поможет? Ну, не знаю, я бы помогла. Ну вот и помоги. Так ты меня, что ли, имеешь в виду? Ну, конечно, а иначе, чего бы я так долго тему развивал? Ну, хорошо, вот тебе совет. И используй для раскрутки посадочную страницу. Это один из самых мощных инструментов сегодня. И что это такое, можешь сделать, пожалуйста? Даник, речь шла о совете, а не о бессовестном использовании моего труда. Вот я сейчас расскажу о том, что это такое и как это сделать самому. А дальше думай сам, но эффект гарантирован. Что можно сделать в интернете? Можно разрекламировать свой товар, получить новых клиентов, побудить старых и заработать максимальную прибыль. И все это с помощью всего одной страницы. Подобным джекпотом в интернете является лендинг-пейдж. В переводе с английского языка – посадочная страница. Лендинг-пейдж – это набирающий популярность в Центральной Азии мощный маркетинговый инструмент для продаж. Разработчики сайтов часто предлагают его бизнесменам. Например, Бауржан Сулеменов – один из первых в Казахстане стал заниматься созданием таких страниц. В том году решил заниматься созданием сайтов, не простых, а именно продающих, которые помогают малому и среднему бизнесу в быстрые сроки через интернет увеличить продажи. Структура лендинг-пейдж простая. Это всего одна страница, на которой содержится вся необходимая информация. Описание продукта, его фото, его преимущества и, конечно, побуждение попробовать. На такой странице не надо переходить по ссылкам. Кликать на вкладки можно только прокрутить вниз. Вообще, как бы лендинг-пейдж – это площадка для сбора контактной информации. То есть вы собираете базу. У меня есть знакомые, которые хорошо работают именно через лендинг-пейдж. У них нет сайтов, у них есть, ну, таких вот обычных сайтов, визиток. У них есть лендинг-пейдж, и они оттуда, только оттуда получают клиентов. Отличный повод для создания посадочной страницы – это акция или распродажа на определенный товар. Либо вывод на рынок нового товара или услуги. Заказать лендинг-пейдж можно от 800 долларов и выше. Но если вы хотите попробовать создать свою посадочную страницу, в интернете есть много платных и бесплатных конструкторов. Для начинающих бизнесменов это, как бы, ну, самое то. То есть вы протестировали на конструкторе, сделали что-то, пусть она будет корявая, некрасивая, но вы знаете, что этот инструмент для вас работает, и дальше уже вы, когда заработаете какую-то денежку, можете идти в определенную веб-студию, да, которая занимается профессиональным лендингом, и заказывать у них. Один из самых популярных русскоязычных сервисов для создания лендинг-пейдж – lpgenerator.ru. Бесплатный тестовый режим здесь длится две недели. Затем придется платить – от 35 долларов в месяц. Если вы решили создавать свой лендинг, вот несколько советов. Определяем целевую аудиторию. Не пожалейте на это времени. Обсудите с командой или подумайте сами, кто является вашим покупателем. Какой у него возраст, пол, жизненная позиция. Чем точнее вы представите себе своего клиента, тем проще вам будет понять, что именно ему нужно и как ему это предложить. Придумываем заголовок страницы. Заголовок должен быть простым и содержать всего один призыв к действию. Объясните клиенту, чего вы от него хотите. Например, закажите обед или купите кресло. Не надо второстепенных целей. Перейдите к нам на сайт, посмотрите каталог и так далее. Продукт нужно правильно описать. Все, что вы пишете на странице, должно быть правдой. Обман недопустим. Рискуете подорвать свой авторитет перед клиентами. То есть нельзя, к примеру, на лендинг пейдж писать, что у нас все супер круто. Вы получите наш продукт, а мы похудеете за два дня, к примеру. А этого нет. То есть так нельзя делать. В описании не стоит использовать банальные фразы, типа «Мы лучшие, обратите на нас внимание». Это не работает. Сейчас нужно давить непосредственно на факты, на какие-то цифры. То есть если вы, к примеру, устанавливаете пластиковые окна, то вы пишете, что мы работаем, например, 10 лет. За это время мы установили там 20 тысяч окон. У нас там сколько-то тысяч довольных клиентов. К примеру, мы там устанавливаем окна за два дня. То есть четкие факты, цифры, человеку они нужны. Есть некоторые ключевые слова и фразы, которые хорошо влияют на конверсию предложения. Конверсия – это соотношение тех, кто зашел на страницу, к тем, кто оставил свои контакты. Есть куча слов, которые влияют на конверсию объявлений. Подарок, шок-цена, какие-то там распродажи. Ну, то есть много слов. Кажется, что они избитые, на них не клюют, но это не так. Делаем фото. Красивые картинки любят все. Не забывайте, что в интернете вы продаете не товар, а его изображение. Если вы предлагаете услугу, покажите конечный результат, а также людей, которые будут ее предоставлять и место, где ее можно получить. Крепим форму обратной связи. Ну и, конечно, форма, где клиент захочет оставить свои контакты. Чем она будет проще, тем лучше. Она должна быть видна сразу. И еще не забудьте на своей странице дать мнение довольных покупателей, которые уже попробовали ваш продукт. Хорошо влияет на конверсию. Это отзывы, например, ну, реальные отзывы от покупателей, которые, ну, уже воспользовались вашей услугой либо товаром. Это какие-то рекомендательные письма, там, отсканированные, это сертификаты. Рекламируем свою страницу. От того, насколько правильно вы будете рекламировать свою посадочную страницу, будет зависеть ее успех и количество ваших клиентов. Надо четко понимать, что лучше рекламировать контекстной рекламой, а что, например, в социальных сетях. Наш вот знакомый, он заказывал одно время сайт. У него студия актерского мастерства. Вот. И у него, мы сделали ему лендинг-пейдж. Оттуда шли, в принципе, заявки, но их было мало. То есть там в неделю было всего одна-две заявки. Мы пошли на Фейсбук, потому что, ну, там много родителей сидит, да, взрослая аудитория. И сделали такие прикольные объявления, там, с прикольными картинками. Вот. И оттуда пошел народ. То есть ему в день стало поступать, там, 10-9 заявок. Ну, а потом, когда ваш лендинг, например, отработает себя и станет больше не нужен, его можно модифицировать в торговую площадку. Есть примеры, когда человек, у него вообще сайта нет, обычно это происходит так. У него сайта нет, он делает лендинг, получает, как бы, первые заказы, накапливает какой-то жирок, там, денежки, да. То есть компания растет, и он понимает, что лендинг не справляется с тем, чтобы показать весь ассортимент, к примеру, компаний, чтобы все продать. Он создает свой интернет-магазин. В общем, хотите создать успешный лендинг, следуйте нашим советам. А если что-то не успели записать, добро пожаловать к нам на сайт matrix.ca.tv. Там есть подробная инструкция и различные сервисы для самостоятельного создания посадочных страниц. Отлично! Так я все и сделал. Ну, молодец. Ну, может быть, поможешь хоть чуть-чуть раскрутить? Ага, сейчас. За это везде отдельная плата идет. Ален, а у тебя нет случайно геймпада? Геймпад – это джойстик такой. Ну да. Нет, конечно, откуда он у меня? Подожди, а зачем он тебе? Да я вот нашел игру одну на компьютере, а там так неудобно с клавиатурой управлять. Ну, управляй с планшета или со смартфона. Да я догадаюсь. Евгения Савенкова новый лайфхак придумала. Ну, не совсем лайфхак, но мне она много нового рассказала. Например, как использовать планшет в качестве второго монитора. Очень помогло. Знаете ли вы, что обычный бюджетный планшет может сэкономить вам до 500 долларов на дополнительном компьютерном оборудовании? Вот так мой дешевенький Энл за 100 долларов. Ежедневно помогает мне экономить не только деньги, но и место, а еще помогает в работе. На моем компьютере всегда много открытых окон. Браузер с кучей вкладок. Некоторые из них нужны одновременно. В таких случаях второй монитор прекрасно заменяет планшет. На него я могу перенести окна с чатом или любой другой нужной программой. Для того, чтобы ваш планшет заработал в режиме дополнительного экрана, из Google Play Market нужно скачать бесплатное приложение Chrome Remote Desktop и установить то же приложение на персональный компьютер. Теперь осталось выбрать способ подключения. Вы можете подключить напрямую через USB или соединить по Wi-Fi. Для того, чтобы подключить устройство по Wi-Fi, вам понадобится указать на персональном компьютере IP-адрес, который вбит на планшете. Для того, чтобы узнать этот адрес, мы заходим в настройки Wi-Fi, ваша сеть и узнаем IP-адрес. Все, теперь я могу открывать нужные мне окна прямо на планшете и при желании даже брать его с собой. Например, когда жду важного сообщения или звонка в Skype. А еще у меня частенько бывает так. Мне прислали видео, посмотреть очень хочется, а наушников у меня нет. Теперь я знаю, как использовать динамики планшета, чтобы и увидеть, и услышать то, что мне прислали. Для этого я установила программу SoundWire на свой компьютер и на планшет. Теперь опять нужно прописать IP-планшета на компьютере. Готово! Теперь видео будет идти у меня на компьютере, а звук на планшете. А вы можете подключить и смартфон. Видео и игры куда удобнее играть с помощью джойстика. Но когда его нет, его с легкостью заменяет планшет. Для того, чтобы использовать устройство Android в качестве джойстика, нужно установить программу DroidPad. Также и на компьютер, и на устройство. Все настройки вы можете посмотреть на сайте разработчика, где и скачивается программа. Соединить можно через кабель или также по Wi-Fi с помощью IP. Запускаем игру. Двигая планшета, можно управлять игрой. Например, чтобы повернуть направо, надо просто наклонить планшет вправо. Также в программе есть режим Mouse, ключи в который можно использовать свой гаджет в качестве компьютерной мышки, точнее, тачпада. Вот так, три в одном. То есть вместо всего этого, второго громоздкого монитора, аудиосистемы и джойстика, я использую планшет. Причем не только дома. А как вы используете свой планшет? Ален, напомни-ка мне, зачем вообще создавались планшеты и смартфоны? В каком смысле? Ну, просто мы уже столько их применений нашли, что я уже и запутался. Ну, привыкай. В 21 веке живем. Еще и не такое будет. Ален, ты знаешь, когда я последнее письмо от тебя получил, мне стало очень и очень стыдно. Ну, нельзя допускать такие ошибки. Будь как-то повнимательнее, что ли, в конце концов. Тихо, Даник, ну у меня нет времени проверять каждую букву. И потом, все же понятно? Понятно. И вообще я не виновата. Значит, где-то пропустил ошибку Word. Нет, Ален, так нельзя. Язык – это богатство, которое нужно беречь и приумножать, которым нужно умело пользоваться. По уровню твоей грамотности люди судят в целом о тебе и о твоем развитии. Все, убедил. И что мне теперь делать? К репетиту уйти? Хотя бы проверять то, что ты пишешь. И программы Word здесь явно недостаточно. Посмотри нашу рубрику «Найдено в сети». Мы как раз подготовили подборку онлайн-сервисов для проверки орфографии на русском и английском языках. Новые телефоны, суперсовременные планшеты и модные ноутбуки – это, конечно, замечательно. Но забывать о том, что главное в каждом из нас внутренний мир – уровень культуры и общего развития – нельзя ни в коем случае. Согласитесь, письмо с ошибками останется письмом с ошибками, даже если оно отправлено с дорогущего айфона. Хотя в этом случае мы можем помочь вам решить эту проблему. Записывайте название профессиональных онлайн-сервисов для проверки текстов на русском и английском языках. Орфограммка.ру – замечательный сервис для проверки орфографии, грамматики, стилистики и пунктуации русского языка. Он укажет на описки и опечатки и даже объяснит, в чем дело. Таким образом вы получаете не просто исправленный текст, а полноценного карманного репетитора. Воспользоваться сервисом можно после регистрации или с помощью аккаунтов в Google, Facebook или Яндекс. Обратите внимание, что тексты можно вставлять не только в поле редактора, но и загружая их в личном кабинете. Нажимаем кнопку «Проверить». Смотрите на результаты, делайте работу над ошибками. А если вам что-то непонятно, то заходите в раздел «Справка». Здесь есть пошаговая инструкция. Яндекс.Спеллер. Сервис проверки правописания, который помогает находить и исправлять орфографические ошибки. Спеллер проверяет тексты на русском, украинском и английском языках. Для использования сервиса вам не нужна регистрация. Просто открываем ссылку и вставляем текст. Обратите внимание на кнопку «Параметры». Здесь можно задать условия для выполнения проверки. Например, пропускать названия из прописных букв и так далее. Сервис может заинтересовать владельцев сайтов, ведь Яндекс предоставляет возможность вставлять его на ваш сайт в разных конфигурациях. На сайте студии Артемия Лебедева много полезных инструментов. Мы рассмотрим два. Первый называется «Орфограф». Все работает очень просто. Вводим текст или указываем ссылку на онлайн-страницу в верхнем окне и получаем исправленный вариант в нижнем. Ошибки и опечатки не комментируются, но этому инструменту доверять можно. Мы проверили. Каким образом будут маркироваться неправильно написанные слова, вы сами сможете выбрать в специальном выпадающем меню. Второй инструмент от студии Артемия Лебедева называется «Реформатор». Он позволит вам добиться практически идеального оформления документа. Сервис хорошо использовать уже после того, как вы проверили текст на грамматику, стилистику и орфографию. Здесь вам помогут удалить ненужные пробелы, заменить непонятные знаки понятными, вместо «Тире» в нужных случаях поставить «Дефисы». Так что, если вы стремитесь к идеалу и мелочей в русском языке для вас не бывает, обязательно сохраните эту ссылку в закладках. Если вы изучаете английский язык или часто сталкиваетесь с необходимостью его использования, мы рекомендуем вам ресурс GingerPage. GingerPage доступен для операционных систем iOS, Android, Windows и существует в качестве расширения для браузера Chrome. Программа, которую можно скачать бесплатно, поддерживает продвинутую проверку грамматики и контекстуальные подсказки. Также сервис умеет переводить текст с других языков. GingerPage позволяет быстро получить определения для незнакомых слов, послушать, как они звучат, подобрать синонимы и при необходимости перефразировать. Встроенный в приложение переводчик позволяет быстро переводить на 30 языков, в том числе и на русский. Надеемся, наша подборка окажется вам полезной. А если вы знаете дополнительные ресурсы для проверки орфографии, пунктуации и стилистики для других языков, пишите нам на почту matrixsobachka.internews.kyz и мы обязательно включим их в одну из наших следующих подборок. У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте matrixdefici.tv А следующий выпуск программы ровно через неделю. С вами был Дэнья Ардаутов и Алена Цихоцкая. Пока! Исполнение мечты в режиме онлайн. Матрица выяснила, как правильно подобрать себе онлайн-курсы. Двойная защита как средство от взлома. Евгения Савенкова нашла самые действенные способы уберечь свой электронный ящик. Как заработать в интернете и не нарваться на мошенников? Узнал Олег Болдырев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА